Всем привет, меня зовут Аня, это Даша. Мы начинаем наш влог, мы не снимали, наверное, очень-очень давно. Влоги тоже давно, и при этом видосы уже давно не выходят на канале, наверное, где-то месяц. У нас последний видос был, когда мы общались к вам с тобой на какие-то вопросы. Мы рады приветствовать вас в поезде Федерации. Еще мы едем в Кировск на два дня в ботанический сад. Да, надеюсь, мы туда попадем, потому что... Потому что мы смотрели на днях билеты, там, оказывается, есть билеты, и их нам не хватило. В общем, мы зашли в поезд буквально пять минут назад, мы чуть не опоздали. Да, удивительно, мы никогда не опаздываем, типа, с Дашей. И тут я, типа, опоздала. Ну, то есть, мы забирали Дашу на машине, и я опоздала, типа, ну, прям, значительно. Мы договорились сначала встретиться без десяти, в десяти я только вышла из дома. И в итоге у нас в десять-двенадцать поезд, в десять-ноль шесть мы только к вокзалу. Ну, мы успели. И вот сейчас мы уже едем. Слава Богу, слава Богу. Не было чемоданов никаких. Так что вот, я думаю, что мы скоро пойдем пить чай. Да. Когда же ты будешь заваривать наш дошик? Мы хотим дошика. Мы чисто для этого в поезд ходим, чтобы поесть. Именно для этого мы купили билеты в поезд. А не на автобус. Потому что мы могли, в принципе, поехать на автобусе. Да. Я открою поезд. Я считаю, что это непросительная дерзость с Вашей стороны. Ага, я сейчас тебе его еще и заварил. И ты будешь лишена возможности заваривать дождик. Ну, то хоть поем. Ну, да. Ладно, пойдем походить ему вот это. Хозяюшка. Просто балдыш. Да. Ну, и тут тоже балдыш. Да, да. Просто мы с Дашей едем на два дня. Колбаса, хлеб, Даша раки. Мы почти приехали. Даша там на фоне. Я уже одеваюсь. Да, я нет, как обычно. Мы приезжаем в 10.28. Почему в 10? В 13, да? В 13.28. Да, в 13.28. Сейчас буквально 15 минут. И мы уже будем в Апатитах. Нам нужно будет пересесть на автобус, чтобы доехать до Кировска. И там мы уже заселимся. Короче, увидимся с Вами чуть-чуть попозже. Ну, все. Мы приехали в Кировск. В нашу квартиру. Слава Богу, мы заселились. Потому что это было очень мучительно. Долго. Потому что мы вышли не на той остановке. И мы думали, что мы никогда сюда не приедем. Потому что у нас не ловят Яндекс.Такси здесь. У нас не ловят Яндекс.Такси. Убер здесь не работает. А все автобусы, которые останавливались, шли в обратную сторону. И мы такие типа, ммм, классно. Но мы приехали. Просто мы не в самом Кировске живем, а как бы в районе Кировской чуть подальше. Посмотрите, какой здесь вид. Блин, просто кайф. С этой стороны тут огромное-огромное окно. Так, рум-тур. Рум-тур. Вот ванная здесь. Ванная прекрасная. Недопотопная с ремонтом. Здесь даже есть зеркало на всю ванну. Здесь есть два зеркала. Это какое-то стрёмное. Вот это вот нормальное. Да, только я её не вижу ничего. Вот это вот балдежное зеркало. Продолжаем наш рум-тур. Здесь кладовка. А вот одна единственная комната. Но красивая. Здесь мы будем спать. И вот сердце квартиры. Кухня с натяжным потолком. По-моему, он не натяжной. По-моему, это просто подобие натяжного потолка. Ну, какая разница. Рум-тур окончен. Мы сейчас будем есть тошик. Мы уже спускаемся вниз с хибин по фуникулёру. Туда мы поднимались в целой компании лыжников. Мы одни здесь просто без лыж. Все спускаются вниз на сноубордах. Почувствуем себя белой вороной. Реально. Все смотрели у нас такие. Почему вы не слышите? Да. Мы хотели пойти в ресторан. Но там, оказывается, только по броне. И мы просто посмотрели по обзорной площадке. Но тут, на самом деле, очень балдежный вид. И очень ветрено. Да. Но, сам по себе, вид, мне кажется, того стоит, чтобы здесь побывать. Но просто нужно иметь в виду, что если в ресторан, то столики нужно бронировать. А если в кафе, то нужно иметь в виду, что оно закрывается в шесть. Да, да. То есть мы прям, там, двадцать минут. И мы такие думаем, ладно. Уже не было смысла тратить на него деньги. Потому что там вход как бы по фиксированной платье, то есть как бы фуршет. Северский стол. Ну да. Все все поняли. Вот. Не знаю. Куда мы сейчас пойдем? Сейчас пойдем смотреть примечательности Кировска. Бигуэ. Здесь немного. Один. Но они кричащие. Бигуэ. А потом поедем домой есть суши. Да. Мы так один покажем суши. Мы просто ждем этого всю, мне кажется, нашу прогулку. Реально. А теперь фоткаемся. Доброе утро. Я за это время отрастила волосы. Теперь знаю. Хожу с хорошей. Короче. У нас утро. Мы уже собрались. И идем гулять в Кировск. Вот. Квартиру сдадим. Хотели сдать. Будем опасаться никуда не идти. Сдать квартиру. И потом поехать. Но в итоге решили, что ладно. Сначала погуляем. Потом сдадим. Потом пойдем в потенческий сад. Вот. Как-то так. Мне даже заплела косички. Посмотрите какие тут хвостики просто. Потому что тут вообще не вариант было мыть голову. Вот. Как-то так. Мы красотки. Да. Ура. Мы в потенческом саду. Я не могу. Здесь очень красиво. Мне прям очень нравится. Особенно эти розовые лампы. Я такие, кстати, хочу домой. Ну, это… Да. Это, конечно, лампы для цветов. Но есть такие еще же просто розовые. А мы среди каких-то… Что это? Ааа. У-у-у. У-у. Вот это красивое. Как это называется? Её очень часто показывают везде. Кипомись мошка. Да нет, вот сзади. Я забыла. Сейчас мы посмотрим. Это пальмы. В расфокусе полнейшем. Потому что камеры очень быстро запотевают здесь. И вот эти. Драмстера? Как-то так оно называется. Тут не подписано почему-то. Мы вышли из бацанического сада. Мы устали. Мы где-то между Кировском и посёлком, в котором мы живём. Это тоже часть Кировска, но такая немножко отдалённая. 25-й километр типа. Ну, в смысле не 25 километров от Кировска, это от Апатита. Нет, ну, в принципе, патерический сад, типа, это прикольная тема. Просто нас расстроил сам тот факт, что мы сначала, типа, очень долго до него добирались. Мне кажется, мы просто устали уже. Мы хотим просто посидеть уже. Мы не могли его долго найти. Пошли через лес. Молодцы такие. Знатоки кировских лесов. Не смогли пройти через лес, вернулись обратно. Это было не лес, это была эко-тропаж. Ты подумаешь, что появлялись в тундре. Мы так в тундре. Наконец-то вот эта гора большая вышла из тумана, потому что она целый день была в тумане, её не было видно. Здесь, на самом деле, очень красивый вид. Как бы мы не жаловались, типа, вид очень красивый. И просто из-за тумана, вот, например, вот эту гору видно гораздо хуже уже. Но очень красивый вид, и летом здесь, конечно, очень классно. Мы не опоздали. Мы молодцы. Да, мы пришли даже раньше. И уже схомячили целую пачку чипсов на все время. До того как-то ехать. Да, на вокзале. Да. Сейчас мы будем ездить в Дошик, и у нас ещё целая упаковка торта. Так что всё, будем с вами прощаться. Спасибо, что смотрели этот влог до конца. С вами была Аня и Даша. И увидимся с вами в следующем видео. Пока. Пока. Пока.